Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Вашему вниманию представляется сравнительный анализ непосредственных результатов лапароскопических и открытых вмешательств при раке верхней и средней ампулярного отдела прямой кишки. Как известно, основным методом лечения рака прямой кишки является хирургический. Золотым стандартом хирургического лечения является тотальная мезоректомектомия, которая была впервые предложена и в дальнейшем активно популяризирована Биллом Хилдом. Выполнение тотальной мезоректомектомии возможно как при помощи открытого доступа, так и при помощи лапароскопического. Но если открытый доступ занял прочное место в хирургическом арсенале, то лапароскопический доступ, легитимность лапароскопического доступа до сих пор находится в стадии изучения. Несмотря на то, что первые крупно рандомизированные исследования, сравнивающие лапароскопические и открытые вмешательства при раке прямой кишки, были проведены еще в 2005 году, и с тех пор было проведено еще 5 крупно рандомизированных исследований, консенсус в данном вопросе не был достигнут до сих пор, в связи с чем мы провели собственное исследование. В наше исследование было включено всего 100 пациентов с гистологически подтвержденной аденокарциномой верхней средней ампулярного дела прямой кишки. 66 пациентов из этой группы были выполнены лапароскопические низкие передние резекции прямой кишки, и 34 открытые. Лапароскопическая группа состоялась из 33 женщин и 33 мужчин. Открытая из 9 женщин и 25 мужчин. По всем остальным параметрам, возрасту, индексу массы тела, стадию опухоли, группы были однородны. Важно отметить, что всем пациентам была выполнена низкая передняя резекция прямой кишки, основным этапом которой являлась тотальная мезректомектомия. Тотальная мезректомектомия независимо от вида оперативного вмешательства выполнялась с соблюдением основных принципов, предложенным Биллом Хилдом. Выделение прямой кишки строго в эмбриональном слое. Острая диссекция выполнялась под визуальным контролем в условиях хорошего освещения. И раскрытие слоев выполнялось при помощи дозированной тракции и контртракции. После этого проводилась патомархологическая оценка про качество выполненной тотальной мезректомектомии в соответствии с критериями, предложенными Филом Квирком. Хорошему качеству тотальной мезректомектомии соответствовала мезректально-фасциальная плоскость выделения. Удовлетворительному качеству тотальной мезректомектомии соответствовала интрамезректальная плоскость выделения. И неудовлетворительному качеству тотальной мезректомектомии соответствовало выделение прямой кишки по мышечной стенке. Гистологическая оценка после операционного материала производилась в соответствии с рекомендациями Королевского колледжа патологов Великобритании в третьей версии. Для этого собственная фасция прямой кишки покрывалась краской, помещалась в формалин и через 48-72 часа фиксированный препарат нарезался на тонкие 3-4-мм слайсы для более детального изучения распространенности опухоли, статуса лимфатических узлов, статуса дистального циркулярного краев резекции. Все осложнения, возникающие в течение 30 дней после операции, оценивались в соответствии с классификацией Клавьин Диндо, которая продемонстрирована на данном слайде. Оценка качества жизни больных производилась при помощи комбинации валидизированных опросников Европейской организации по исследованию и лечению рака, это общего опросника QQC30 и специального модуля для колоректальных больных QQCR29. Данная комбинация заполнялась пациентами до операции, затем на 3-7-60-е сутки после операции. В результате проведенного исследования нами были получены следующие данные. На лапароскопические вмешательства тратится достоверно больше времени, чем на открытые, но при этом средний объем кровопотери достоверно больше после открытых вмешательств, нежели после лапароскопических. Нами был проведен анализ факторов, негативно влияющих на среднюю продолжительность оперативных вмешательств. И оказалось, что у пациентов с избыточной массой тела в обеих группах исследования достоверно средняя продолжительность оперативных вмешательств была больше, чем у пациентов с нормальным весом. Кроме того, с наработкой хирургической методики достоверно снижалась средняя продолжительность оперативных вмешательств в обоих исследуемых группах. Далее были изучены факторы, негативно влияющие на средний объем интероперационной кровопотери. И оказалось, что только в первой группе у пациентов с избыточной массой объем интероперационной кровопотери был достоверно больше, чем у пациентов с нормальным весом. Непосредственные результаты хирургического лечения после открытых лапароскопических вмешательств были оценены в соответствии с классификацией клавиен-диндо. И оказалось, что вид оперативного вмешательства достоверно не оказывал влияния ни на количество осложнений, ни на их структуру. После премикроскопической оценки качества, выполненной тотальными заректомоктомией, у 71 пациента качество было оценено как хорошее, у 19 удовлетворительное и у 10 неудовлетворительное. Многофакторный анализ показал, что на качество тотальной мезоректомоктомии достоверно оказывал вид оперативного вмешательства. Дефекты тотальной мезоректомоктомии с глубокими нарушениями целостности собственной фасции прямой кишки значимо чаще встречались при открытых вмешательствах. Кроме того, на качество тотальной мезоректомоктомии оказывала глубина опухолевой инвазии и статус лимфатических узлов. У пациентов с глубиной опухолевой инвазии больше 2 и метастатически пораженными лимфатическими узлами риск неудовлетворительного качества тотальной мезоректомоктомии был достоверно больше. Нами производилась микроскопическая оценка циркулярного края резекции и у 16 пациентов нашего исследования циркулярный край резекции был признан положительным. При оценке факторов, негативно влияющих на статус циркулярного края резекции, также было выявлено, что у пациентов с глубиной опухолевой инвазии больше 3 и метастатически пораженными лимфатическими узлами статус циркулярного края достоверно чаще считался положительным. Оценка качества жизни больных производилась в соответствии с рекомендациями Европейской организации по исследованию и лечению рака. Всего удалось опросить 30 больных, это 20 больных из лапароскопической и 10 больных из открытой группы. При многофакторном анализе результатов общего опросника QOKC30 оказалось, что статистически значимая разница имеется только в эмоциональном статусе у больных. Так, у пациентов лапароскопической и открытой группы чувство страха было выражено примерно одинаково перед оперативным вмешательством, в то время как через 60 дней после операции чувство страха у пациентов после лапароскопии было нивелировано, а у пациентов после открытых вмешательств оно оставалось на прежнем уровне. При многофакторном анализе результатов специального модула QQCR29 достоверные различия были получены в удовлетворенности внешним видом. Пациенты лапароскопической и открытой группы были примерно в одинаковой степени удовлетворены своим внешним видом, а после операции, через 60 дней, пациенты лапароскопической группы были удовлетворены своим внешним видом больше, чем открытой. Кроме того, после открытых вмешательств гораздо чаще встречались мочеполовые дисфункции. Так, например, показатели дезорических расстройств на 3-е сутки после операции открытого вида были достоверно выше, чем у пациентов после лапароскопии. Также на 3-е сутки после открытых операций значимо вырастал показатель недержания мочи, а у пациентов лапароскопической группы он оставался на прежнем уровне. Кроме того, на 7-е сутки после оперативных вмешательств частота мочеспускания резко возрастал у пациентов открытой группы, а у больных лапароскопической группы данный симптом был в большей степени нивелирован. Интересно отметить, что в отличие от общего опросника QQC30 в специальном модуле QQCR29 были отмечены различия и в болевом статусе. У пациентов после лапароскопических вмешательств больные меньше жаловались на боль, чем в открытой. Особенно данная разница была видна на 3-е сутки. На основании всего перечисленного нами были сделаны выводы. Применение эндохирургических технологий при раке прямой кишки позволяет выполнить онкологически радикальный объем оперативного вмешательства. Использование лапароскопического доступа достоверно не влияет на частоту послеоперационных осложнений и степень их выраженности. Использование лапароскопических вмешательств в хирургическом лечении рака прямой кишки снижает травматичность операции, что способствует улучшению послеоперационного качества жизни пациентов. Благодарю за внимание.